Привет Александр, привет! Хаса Алиев, здравствуйте! Я очень рад, что мы с вами вышли на связь. Для меня на самом деле большая честь, дорогие наши зрители. Хаса Алиев, человек, который разработал уникальный метод-ключ. Привет, привет! Такая у тебя хорошая шапочка. Я один раз рэп пел, и он мне подарил шапочку. Я в следующий раз тоже что-то такое надену. Это у меня, кстати, со времен, когда я читал рэп, мы выступали в клубах, да, это было 10 лет назад. Ты мне потом ссылочку пришли, я тоже послушаю. Интересное явление. Там есть рэп и есть еще вот часть фристайл. Фристайл, когда ты по ходу, по-моему, сочиняешь в ритме каком-то. Это получается как изложение каких-то впечатлений. А рэп уже, когда ты сложил, и потом ты, когда поешь рэп, это уже сочинение получается. То есть, я как раз изучал это явление, и оказалось, что рэписты, рэписты... Ну, ты сейчас поправишь, так это или нет? Мне это очень интересно. Ну, рэперы, рэперы. Рэперы, рэперы. Рэперы, они, значит, заводят себя, когда фристайл делают, вот так какие-то там движения какие-то делают. Делают, да? Да, но я в баттлах самих вот таких вот, когда идет как соревнование, такой, кто кого, да, кто лучше по фристайли, я не участвовал. Мы выступали уже с готовыми песнями, но знаю таких людей, поэтому, да, есть такая. А у нас в ключе это как раз элементы с игрогимнастики по методу ключ. У вас, например, там шалтай-болтай, лыжник, вот эти классические пять упражнений, а потом индивидуальные, которые человек себе подбирает, который пять минут в день делает, для того, чтобы все время чувствовать себя в таком состоянии, как должен чувствовать себя рэпер. Да. Александр Магомедович, я хочу у вас вот вопрос очень, ну, важно для меня уточнить. Я веду практику, называется «Путь к сердцу», где я помогаю людям, делюсь инструментами, которые, во-первых, мне помогли, да, встать на этот путь сердца, стать настоящим человеком, чистить от мусора свою голову, научиться со стрессом работать, да. И я делюсь этими знаниями с участниками, и как раз-таки один из важных инструментов, этот инструмент я позаимствовал у вас, и он называется «Метод ключ», да. Но первое у меня, базовое мое упражнение, которое я даю, называется «Три страницы», где людям нужно просто каждый день выписывать, вот, например, утром человек просыпается и выписывает все, что у него в голове. И это упражнение дает как раз-таки освобождение, вот, если мы представим… Выписывать словами, писать, а второе слово, да? Все, что вот у человека в голове, ну, то есть, если, например, мы возьмем какую-то даже стрессовую ситуацию, да, и мы, вот, как вы рассказываете, да, градусник, то есть, измеряем, там, по десятибалльной системе, там, например, десять… Это шторма, это штиль, ноль, там, ну, в общем, такой градусник напряжения нервного напряжения. Да, да, да. И когда человек начинает, вот, просто писать с эмоциями, вот, все даже там может материться, ну, то есть, максимально, вот, это все выплескивает на бумагу… У нас в ключе называется «Свободный поток сознания». Вот, напряжение… Форма выписывания, это есть такое, да, молодец, это есть такая форма, это еще описано в книге, и не в одной книге, там, несколько книг она написала, «Путь художника». Вот, вот. У нее был, по-моему, инсульт там или что-то было, и потом она на время восстановления, чтобы помочь себе, стала выписывать, в шесть утра вставала, еще полусонное состояние, выписывается в голову, приходит такой «Свободный поток сознания», а это автомат. Буквы-то она знает с детства, и поэтому придумывать ничего не надо, и напрягаться не надо, поэтому ты предлагаешь это для своих, как они у тебя, курсанты там, или коллеги, или участники. Ну, молодец, молодец. И выписывают, когда человек выписывает автоматически, это же материальное действие. Потому что автомат работает. Свободный поток сознания, свободный, здесь свобода, ментальная, психическая, духовная, и здесь свобода, потому что автомат. Ты соединяешь две свободы, получается сброс лишнего напряжения, появляется ресурсное состояние, человек быстро восстанавливает. Ну, отлично, отлично. Вот. И как раз вот по маятнику, да, прижимая падает после этой практики, это не раз проверено. И второе упражнение я даю, когда в блоке про стресс, как раз-таки метод «Ключ». Я хочу донести нашим участникам, моего курса практикума, что ключ плюс эти три страницы, ну, то есть, это вот очень классный комплекс. И мне было бы очень важно, чтобы вот вы, как разработчик этого метода, да, создатель этого метода, вот немножко про ключ, по аналогии вот с этими тремя страницами. Как ключ может помочь? Хорошо, хорошо, я правда отвечу на этот вопрос, это очень важный вопрос, молодец, это такой важный вопрос. Вот автоматическое выписывание, то же самое у нас в ключе есть, разгрузка, например. Разгрузка – это автоматическое повторяемое действие. То же самое, свободный поток сознания, человек думает, о чем он думает, то, что его волнует, например, завтра экзамен или свадьба, или там судебное заседание, неважно. Пустил мысль на самотёк, и на автомате, как писать, автоматически, соединяет две свободы, и у него получается, когда он думает, о чем думает, и делает, как делает, то есть духовно-телесная гармония, они лишние проходят, а может у них как-то слёзы пойдут, а может кому-то захочется двигаться вот так, а кому-то павительные движения, но это ключи, в методе ключ есть. Перебор различных вариантов действий, синхронных к текущему состоянию, индивидуальному, потому что метод ключ, он для всех и каждого, из которого каждый человек, по принципам, которые там впервые в мире даны, подбирает именно свой ключ. Своё упражнение, да? Именно своё упражнение, именно сочетание их, чтобы он мог там за минуты, а потом за секунды быстро себя перестраивать, находить ресурсное состояние перед любой ситуацией важной. там может быть ситуацией. Но этим занимаются люди боевого вида спорта, этим занимаются парашютисты, этим занимаются просто для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, или кто боится летать самолётом. Ну, то есть, по существу, каждый там подбирает свой алгоритм, поэтому называется ключ. Подберите ключ. Но здесь за одну минуту мы не можем все приёмы показать и принципы все показать. Но там принцип подбора путём перебора. Ищешь, что легче. Вот этого никогда ни в каком методе мира не было. Ищи, что легче, и найдёшь то, что тебе нужно. То, что легче, это то, что тебе соответствует. Ну, надо эти принципы правил рассказать. Давай в следующий раз мы когда встретимся, мы подробнее поговорим. Я хочу сказать, что Хосай Магомедович является своим учителем, и также у Хосаи Магомедовича есть своя школа человека будущего. И вот я нашим участникам, моим участникам даю базовые упражнения разгрузки, а именно благодаря... Так, сейчас прошу прощения. Секундочку. Ну вот, наша жизнь такая, наша жизнь такая прекрасная. Благодаря тому, что я её вам порекомендую, конечно, участникам нашим, да, ссылку на школу человека будущего. Да, школа человека будущего, Homo Futurus. Это человек будущего. Спасибо тебе огромное, что ты это упомянул, потому что ты такой великолепный парень. Я так всегда говорю, как ты работаешь, как ты помогаешь людям. Мне всегда это очень нравится. Спасибо, это очень приятно. Вот, и если можно, ещё вот такой вопрос, я думаю, многим будет интересен. Вот я по своей практике вообще веду мероприятия, веду, да, и организовываю события. И бывает так, что довольно много, ну вот форс-мажоров, непредвиденных каких-то историй происходит на самом мероприятии. И бывают некоторые прям очень сильные, которые выбивают вот из колеи, из ресурсов. Я понял, я понял. Вот для этого надо сделать разгрузку с перезагрузкой. Это вышел вот из стресса, большого стресса. Это домашняя работа, это не в момент форс-мажора делится. Это надо заранее поменять стратегию на подобные форс-мажорные случаи. Это ты дома в удобное время делаешь разгрузку. Ну, путём вот этого соединения свободы потока сознания и телесного действия. Когда выходишь на ноль, вот на этой шкале стресса, на градуснике, там делаешь перезагрузку. Мечтаешь о том, что в любой ситуации неожиданной у тебя появится то состояние, которое ты хочешь. И ты там самопрограммируешь себя, закладываешь. Почему это надо делать в момент разгрузки? Чтобы сначала очистить поле и очистить лист подсознания, записать... Программу действия, да? Да, своё место. Если ты ко мне звонишь, то скажешь... Ага. Всё, Хасай Магомедович, благодарю вас. Давайте до связи. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.